Дорогие друзья, с вами Игорь Олдашев. Я напоминаю, что мы ведем прямой видеорепортаж с производственной площадки LG Automatica. Сегодня мы расскажем вам о сборке. Что такое сборка? Сборка – это, прежде всего, контроль качества собираемых материалов. В моих руках вы можете увидеть одну из деталей. Перед тем, как она попадает на сборочный стол, она проходит целый цикл контроля, начиная от визуально-измерительного и заканчивая по соответствию ГОСТу. Вы видите это покрытие. Вся арматура LG Automatica практически обладает подобными покрытиями. Но более подробно о сборке, о контроле качества и, конечно же, о самих операционистах-сборщиках расскажет нам начальник отдела ТРК Шилов Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте! Рады вас видеть. Ну, собственно говоря, вам слово о сборке. Ну да, все мы здесь собрались ради того, чтобы в итоге получить готовую продукцию. Это клапан. Он должен быть, во-первых, собран аккуратно, собран правильно, верно, согласно технической документации. Ну, а ключевые этапы мы, как сотрудники контроля качества, должны отследить, проверить и убедиться, что оборудование собрано правильно, верно, и оно соответствует своим требованиям. Все эти моменты мы оговариваем на обучающих программах со сборщиками. Они у нас проходят каждую неделю. Все этапы сборки у нас описаны во внутреннем паспорте. То есть каждый сборщик, позабыв что-то, к примеру, может всегда прочистить в своем документе этот внутренний паспорт. Все этапы проверки там тоже отмечены. Поэтому у нас хранится архив даже тех клапанов, которые были собраны 5-10 лет тому назад. Мы можем всегда восстановить всю картину и так далее. Каждый клапан проверяется отдельно. Мы уже с вами видели под избыточным давлением. Конечный этап – это приемка на герметичный затвор. Она проводится с родным приводом и осуществляется либо по ротаметрам, либо по манновакууметрам. В конечном этапе клапан устанавливается на весное оборудование и он попадает уже на упаковку. Дмитрий, мы видим, что ваши клапаны снабжаются не только традиционным ручным приводом, но также и исполнительным механизмом, так называемым. Мембрамный исполнительный механизм. Насколько нам известно, альга автоматика является производителем подобных приводов, пневмоприводов. Расскажите, пожалуйста, как происходит процесс, сборка, контроль качества в данной тюрьме. Да, это действительно так. Альга автоматика делает не только клапаны с ручным приводом. В первую очередь мы считаем сами – это клапаны с пневмоприводом. Есть еще третий вариант – клапаны с электроприводом. Но это уже мы работаем с производителями электроприводов. Пневмопривод делаем сами полностью от начала до конца. Приводы облегченные к конструкции, потому что многие приводы сделаны из стали, скажем так. Они очень тяжелые, неизвестна чувствительность у этих приводов. Поэтому надежнее делать клапан полностью от самого начала до самого конца. Поэтому мы также производим мимо. Они отличаются по цвету. То есть у нас уже постоянные потребители знают, что, к примеру, синий цвет пневмопривода клапан регулирующий, а красный цвет является отсечным. Ну или, как многие там называют, запорным. Поэтому такой спектр. Дмитрий, спасибо. Мы также видели на выставках, что вы представили серию плунжиных клапанов. Также в вашем ассортименте являются и сегментные клапаны. А какие виды продукции вы еще здесь собираете и производите на собственном предприятии? Да, вы правы. ЛГАвтоматика на сегодняшний момент является единственным отечественным производителем, который делает сегментный клапан. До этого на рынке существовали лишь импортного производства данные клапаны. На сегодняшний момент ЛГАвтоматика выпускает клапаны полностью сама, сегментного варианта. Есть еще некоторые на поправлении, такие как шланговые клапаны. Клапаны из корпуса полностью футурированы. То есть он полностью из фторопласта. Клапаны butterfly, так называемые. Многие их знают как бабочка. Ну да, поворотные. И есть еще клапаны высокого давления. Потому что это отдельная история. Клапаны высокого давления есть в исполнении монокорпуса. Что это такое? Это цельный кусок металла, по большому счету. Если по простым языком сказать. Здесь сделаны все необходимые технологические отверстия. Проход, проходное сечение. И что самое главное, данная конструкция кована. То есть она уже обеспечивает плотность структуры, долговечность и надежность работы. Я еще отмечу, что наверняка используются еще и жаропрочные стали для исполнения вот именно высоких давлений и температур. Да, также и жаропрочные стали, и нержавеющие стали. Но здесь уже мы говорим о диаметрах. Потому что есть разработки оси наклонных клапанов на высокое давление. Есть опытные образцы. Также Элгоавтоматика применяет такие же стали, не только как корпус, но это и ответные фланцы, штуцера, фланцы для сборки клапанов, которые используются и так далее. Спасибо вам большое. Уважаемые друзья, я предлагаю перейти к образцу, так называемому типичному клапану, который вы поставляете. Мы вот с вами рассматривали, Дмитрий, что там идет комплект прокладок для фланцев, вы рассказывали. То есть, уважаемые друзья, сейчас вы увидите своими глазами, что собой представляет уже закомплектованный клапан, который отгружается уже к конечному заказчику. Вперед, предлагаю пройти дальше. Дорогие друзья, мы продолжаем обзор и видеорепортаж производственной площадки Элгоавтоматика. Как я вам обещал, сейчас Дмитрий расскажет нам более подробно о типичном изделии российского производителя. Ну, вот, собственно говоря, перед нами это регулирующий клапан. Очень в интересном исполнении. То есть, тут есть и ручной дублер, и мим, то есть, мембранный исполнительный механизм, а также позиционер. Но более подробно Дмитрий сейчас расскажет для вас, что собой представляет типичное изделие Элгоавтоматика. Дмитрий, вам слово. Перед нами типичный вариант регулирующего клапана с мимом нашего производства, с верхним ручным дублером. Он оборудован позиционером для того, чтобы можно было управлять этим клапаном. Он обвязан нержавеющей трубкой. Имеется фильтр-регулятор для установки давления с конденсатор-отводчиком. Клапан действительно в очень интересном исполнении. Он выполнен на высокую температуру, до 450 градусов. И, если я не ошибаюсь, он укомплектован сельфонным исполнением дросселирующего узла. Клапан готов, он принят АТК, имеет пломбы, установлены шильдики, скомплектованы прокладки под ответные фланцы. Осталось только поставить ответные фланцы, и он готов к упаковке. Вот как раз-таки синий цвет нам говорит о том, что он регулирующий. То есть, даже находясь уже на установке, где-то высоко, клапаном можно даже определить, регулирующий он или осечен, даже по цвету. Дмитрий, Вы сказали, что у Вас тут сельфонное регулирующие исполнение. Смотрите, а зачем вот тут подобное решение применено? Это ребреные обоймы, так называются. Это для отвода тепла. То есть, сальник вынесен как можно дальше от регулирующей части, где проходит регулируемая среда. Сельфон применяется, видимо, для тех условий, что среда либо химически опасна, что там уже обычные сальники невозможно применить. Поэтому используется нежавеющий вариант сельфонного уплотнения для большей надежности работы в будущем. Замечательно. Ну, дорогие друзья, Вы сейчас своими глазами увидели процесс, во-первых, сборки, комплектации, ну и, конечно, уже финального изделия. На протяжении всех серий Вы могли видеть, как происходит вообще производство подобной арматуры. Ну, к слову, хочу сказать, что вот перед Вами аналог импортозамещения. То есть, вот то самое импортозамещение, которым в последнее время очень многие заводы, производства и проектирующие организации говорят. Своей целью видеорепортажа мы ставим Вам показания, показ таких производств, что в России сегодня действительно существует. Это не миф, это не какие-то сказки или были. И тем более, это не аутсорсинговое предприятие. Это предприятие полного цикла, которое производит не только такую арматуру, но практически всю специфику для нефтехимии переработки. С Вами был Игорь Удашев. Напоминаем, что сегодня мы увидели прямой видеорепортаж со сборочного участка производства ЛГА «Автоматика». И нам помогал начальник отдела технического контроля Пшилов Дмитрий. Дмитрий, спасибо Вам большое. Я предлагаю пройти к следующей части нашей увлекательной серии видеорепортажа. Удачи, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok